Великая музыка А в Великом Казахском Акыне, Джамбуле-Жабаеве Свобода, равенство, справедливость Были изначальными золотыми жилами Питавшими могучее творчество Джамбула У истока которого стоял Неувидаемый героический эпос Тюркских народов Джамбыл наизусть знал многотысячесрочный Киргийский эпос Манас Тюрко-Азербайджанский эпос Кюрублы Достанный из казахского героического цикла Батар-Ларжера Своим бессмертием эти неувидаемые шедевры Во многом обязаны таланту Превосходных виртуозов-сказителей Таких, как был Джамбыл Чей поэтический гений Неизмеримо обогатил их художественные достоинства И углубил социально-философское звучание Героические поэмы самого Джамбула Суран Шебатар и Утигенватар Продолжая добрые традиции Национальной литературы Прочно вошли в золотую сокровищницу Казахской поэзии Герои этих произведений не только спасают свой народ От иноземного гнета Но стремятся уберечь от социальных бедствий Порождаемых людской алчностью Богатству, славе и власти 15 июля 1938 года Жамбыл открыл свои песни Заседание первой сессии Верховного Совета Казахской ССР В ноябре-декабре 1938 года Жамбыл в третий раз посещает Москву 31 января 1939 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Большая группа советских поэтов и писателей Была награждена орденом «Знак почета» В том числе от Казахстана Жамбыл Жабаев В мае 1940 года Жамбыл приезжает в Москву Уже в четвертый раз Глубоко верящий в неизбежность Победы добра над злом Света над мраком Разума над предрассудками Старый Акын всерьез воспринимал Метаморфозы своего времени Как становление желанной новой жизни Основанной на законах добра и справедливости Не раз воспетых в стихах Его жизнеутверждающая поэзия Излучала свет оптимизма и свободолюбия 15 марта 1941 года За выдающиеся заслуги В области художественной литературы Постановлением Совета Министров СССР Жамбыл Жабаеву Было присвоено высокое звание Лауреата Государственной премии И в советское время Жамбыл оставался самим собой Не переставал воспевать все то Что и раньше ему было по душе Добро, любовь к родной земле Труд, стремление к счастью По-прежнему люто ненавидел все то Что унижает человеческое достоинство Делая его рабом непритязательного существования Особенно несправедливость Людей к людям Народов к народам Жамбыл всей душой восстал против фашизма Нацизма Войны В июне 1941 года Находящийся в больнице Жамбыл Получив печальное известие О вероломном нападении Фашистской Германии на СССР Создает патриотические произведения Которых призывает защитить свое отечество Его слова Наполненные мужественным неприятием смерти Стали для миллионов людей Огромной моральной силой И утешительной лаской родного отца Будто бы теплая ладонь его поэзии В годы военного лихолетия Гладила по голове Все сиротливо бедствующее человечество Его стихи и книги Напечатанные в газетах Насквозь простреленные фашистскими пулями Находили в нагрудных карманах погибших солдат Настоящим талисманом для жителей города Пережившего страшную блокаду и голод Служили знаменитые строки Жамбыла Ленинградцы Дети мои Нет, не было и не могло это быть Идеологическим ослеплением А было глубоким духовным прозрением Постижением истинной сути человеческой жизни Бессмысленности, жестокости и насилия Приводящих к чудовищному взаимоистреблению Заставила содрогнуться и скорбная песня Жамбыла Мысли об Алгадай Это, возможно, один из самых потрясающих реквиемов О жертвах войны Вы слушаете песню Жамбыла Алгадай Субтитры создавал Dima kasih 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 Прожив долгую жизнь Субтитры создавал Dima kasih Субтитры создавал Dima kasih Субтитры создавал Dima kasih Его стихи Dima kasih 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 все яростные атаки и злые умыслы захватчиков, его уникальный поэтический дар сохранил и передал потомкам сочность, яркость и образность и образность родного казахского языка. Жамбыл, как птица-феникс, воскреснув из пепла, встал во весь рост и в своей первозданной красоте явил дух своего свободолюбивого степного народа, заставив мир удивляться и восхищаться неувидаемым своеобразием древней казахской культуры. В этом и состоит суть его бессмертия и его величия. Именем Жамбыла Жабаева названы область, город, несколько районов, много бывших колхозов и совхозов, а также и школ. Песни и достаны Жамбыла неоднократно переводились на языки братских народов, множество иностранных языков. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Передачу подготовили саунд-дизайнер Шинар Худжаева, ввела передачу Салтанат Ермекова. До новых встреч! Салтанат Ермекова Салтанат Ермекова Салтанат Ермекова Салтанат Ермекова Салтанат Ермекова